Боремся с коронавирусом. В городе отменяют массовые мероприятия, в школах продляют каникулы, санитарную обработку проводят в учебных заведениях и транспорте. 40 преступлений налоговой направленности выявили колымские полицейские за 2019 год. Возмещение материального ущерба составило 72 миллиона рублей. Магадан – город трудовой доблести. Областная дума поддержала инициативу присвоения столицы Колымы почетного звания. Каникулы в магаданских школах продлятся до 12 апреля включительно. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Кроме того, таким образом планируют исключить возможность заражения детей коронавирусной инфекцией. Необходимо усилить и санитарно-эпидемические мероприятия в образовательных организациях и обеспечить контроль за проведением дезинфекций и уборки служебных помещений и мест общего пользования. На Колыме отменят все массовые мероприятия с участием детей до специального распоряжения о снятии карантина. А для того, чтобы не допустить заболевания самых юных, колымчан в дошкольных образовательных учреждениях занимаются дезинфицирующей обработкой. В детских садах проходят мероприятия по защите малышей от инфекции. Каждый родитель берет термометры. У нас термометры и наши садовские обрабатывают спиртовыми салфетками, как положено, утилируют отходы класса Б. Проводят просветительскую работу с родителями воспитанников, влажную уборку каждые два часа, систематическое проветривание и дезинфекцию во всех помещениях. В детском саду номер 7 по приказу Департамента образования и мэрии проходят мероприятия по профилактике коронавируса. Обрабатываются игрушки в ясельном возрасте каждые два раза в день, а в группах дошкольного возраста с 3 до 7 лет проводится один раз в день обработка игрушек в дезрастворе. Также заведующая отметила, что усилили утренний фильтр. Малышей сотрудников с признаками недомогания отправляют в медицинские учреждения для прохождения осмотра и консультации со специалистом. А при отсутствии ребенка в течение одного дня его принимают в дошкольное учреждение только при наличии справки от врача. Олеся Хитагурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. В областном центре в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией усилены меры по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса. Роспотребнадзор призывает горожан воздержаться от посещения мест скопления людей в спортивных и зрелищных мероприятиях. Ведомством разосланы предписания автотранспортным предприятиям, перевозящим пассажиров, о проведении ежедневной санитарной обработки автомобилей. Уборка, мойка и обработка специальными средствами. В Магадане предприятия-перевозчики получили рекомендации от Роспотребнадзора о принятии мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно новым санитарным нормам, руководители автотранспортных предприятий должны обеспечить ежедневную дезинфекцию маршрутных такси и автобусов. Ранее это обязаны были выполнять только по мере необходимости. Сначала происходит мойка снаружи, затем изнутри происходит уже дезинфекция профилактическая. То есть обрабатываются сидения, поручни, все места с частым контактом. В этой фирме наняли несколько сотрудников для проведения ежедневной уборки и обработки. Ее выполняют в завершении рабочего дня после того, как автобусы сходят с линии. Кроме того, в целях профилактики распространения ОРВИ, гриппа и нового вируса на многих маршрутах сейчас размещают справочно-информационные материалы для пассажиров, как уберечься от заражения и защитить себя и своих близких. Транспортные средства общего пользования, такое место, которым много граждан пользуется население, то и информацию донести быстрее. Все, что нам, так сказать, рекомендовали медики, мы эту информацию и во всех автобусах, она размещена, так сказать, простейшие средства профилактики этих заболеваний ОРВИ, гриппа и этой новой коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на все эти дополнительные меры, принимаемые перевозчиками, магаданцев уверяют, что они никак не скажутся на расписании движения автобусов и стоимости проезда. Анна Корнетова, Михаил Стройкин, специально для Карибу. 400 дополнительных субсидированных авиабилетов на июнь появятся для колымчан. Об этом сообщает «Магаданская правда». Вопрос увеличения количества проездных документов изданию прокомментировал сенатор от Магаданской области Анатолий Широков. По его словам, финансирование, которое было положено на начало года, закончилось, однако на сегодняшний день в правительство внесены поправки. По информации, полученной в Минтрансе и Минвостокразвития в апреле аэрофлот опять получит эти денежные средства и продажи возобновятся. Помимо этого, сенатор упомянул, что областной Минтранс занимается организацией дополнительных мест к существующему расписанию, как для вылетающих в Москву, так и для возвращающихся в Магадан. Перевозчик постепенно замораживает рейсы в разные страны мира, освобождаются воздушные суда на международных направлениях, значит, их можно перенаправить на внутренние. 40 преступлений налоговой направленности выявили колымские полицейские за 2019 год. Возмещение материального ущерба по уголовным делам составило 72 миллиона рублей. Это 84% от общей суммы. Об этом на ежегодном брифинге рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Магаданской области Дмитрий Корсаков. Из числа выявленных преступлений 19 были совершены в крупном и особо крупном размере, и 15 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Для примера, проведенная нами работа позволила установить признаки преступного сообщества межрегионального характера, члены которого на территории Магаданской области, Московской области и Краснодарского края создали сеть юридических лиц для уклонения от уплаты налогов. По данному факту, следственным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса, то есть Организация преступного сообщества. Ущерб по данной преступной деятельности составил более 100 миллионов рублей. С целью возмещения материального ущерба был наложен арест на имущество юридических и физических лиц. Были арестованы производственные помещения, промышленная техника, транспортные средства. Областная дума поддержала инициативу главы муниципалитета о присвоении Магадану звания «Город трудовой доблести». Это решение прокомментировал заместитель мэра Юрий Казетов. На самом деле, я считаю, что это очень большой шаг, причем это шаг не сколько по увековечению памяти о тех людях, кто в годы Великой Отечественной войны работал здесь, на территории Магаданской области, но и большой шаг по тому, чтобы молодежь сегодня наша, подрастающее поколение, знали об этом подвиге и гордились. Гордились своим городом, гордились той территорией, где мы проживаем. Потому что фактически, если начинать только с цифр, более 300 тонн золота, более 17,5 тысяч тонн олова, это только начальное, то, чем стоит гордиться. На это золото приобреталось, оружие закупалось, мы знаем, по ленд-лизу. Олова тратилась тоже в оборонных целях. Но вот такие факты, когда 180 миллионов магаданцы, которые и так работали, причем, по фактам известных, более 400 процентов выполняли дневную норму, они еще всю зарплату, которую получали, они направляли в фонд обороны и фонд вооружения Красной Армии. На эти деньги были куплены и зрения там самолетов, истребителей, бомбардировщиков, и танковые колонны. Даже школьники эти отличились, собрав 120 тысяч, и был куплен танк «Пионер Колымы». И подвиг героический. Здесь шили теплые вещи. Последние средства собирали на то, чтобы поддержать жителей блокадного Ленинграда и по восстановлению Ленинграда, Сталинграда. На самом деле это та память, которая должна существовать. И Магадан, как никакой город, достоин. И для того, чтобы отойти от этой мерки, что якобы здесь город только заключенных и так далее. Да, были здесь заключенные. Кстати, заключенные работали наравне с вольнонаемными и выполняли тоже предельную норму, насколько можно было. И вот на том же авторемонтном заводе работали заключенные, и они свободно находились и свободно работали. И не зря ведь Магадан в 45-м году, и Магадан, я имею в виду, Адальстрой тогда, это большая территория, чем, понятное дело, что город, это и область, это и захватывающую коробку, и часть Якутии, тем не менее, получил орден Трудового Красного Знамени. Я думаю, что это равноценная такая вот, ну, не равноценная, а оценка труда наших колымчан. Здесь, конечно, в первую очередь, важна поддержка общественности. Она сегодня есть. Первоначально это вот была городская общественная палата, и, кстати, городская общественная палата, на нее были направлено много писем в поддержку от учебных заведений города. Но и я думаю, что если мы еще проявим, как жители этого города, проведем какое-то голосование, связанное с определением такого же поддержки, такого статуса Магаданского власти, Магадана, я думаю, что это сыграет, ну, самую серьезную роль. Ломать не строить. В редакцию нашего телеканала обратились жители одного из домов по улице Наровчатова. Люди жалуются. При сносе бесхозных строений во дворе безжалостно ломают и деревья. Подробности в материале Олеси Хитагуровой. Эта ольха растет за домом на Наровчатова 7А уже 40 лет. Когда-то в надежде, что потомки смогут наслаждаться зеленью за окнами, ее посадили соседи вместе с малышами, которые уже давно обзавелись собственными детьми. И теперь все с семьей любят проводить время в этом уголке. Но пару дней назад крохотный дендрарий попал под удар. Удар ковша погрузчика, который, ломая ветхий сарай, снес полдерева и даже не заметил. Как рассказали нам жители дома, за помощью они обратились к властям. Но там им не только отказали, но и сказали, что деревья у них в палисаднике, возможно, растут и вовсе незаконно. И так никакой природы у нас, кислорода в Магадане. Сломали деревья, варварские, просто. Отношения просто вообще вон выходящие. Покажите мне закон, уважаемые мои, где сказано, что нельзя высаживать деревья своими руками. Покажите, кто должен заниматься в городе озеленением. А мы сами... 40 лет назад были посажены деревья. Во что превратилось? Во что... В общем, слов нет. Ну хорошо, сносите гаражи. Ну что же вы под одну волну-то все несете? Вместе с ольхой здесь растут рябина, березы и тополь, который тоже лишился ветки. А летом, по словам соседей, под домом зреет малина. В день детвора собирает по два стакана ягод. И все это может быть разрушено. Александр Аполлюдов много лет проработал в заповеднике, ему особенно больно смотреть на происходящее. Мужчина вспоминает, как за одну поломанную ветку выписывал людям немаленький штраф. А теперь деревья убивают, не задумываясь и не моргнув глазом. В Варовске все убирается. Ни на что не взирая, они берут, ломают их. Выше гаражи убрали, оставили там мусор. Здесь уберут, мусор оставят. Все гаражи поубирают, будет бардак. Дерево надломили, оно вот висит. На кого упадет? На бабушку, на дедушку, на школьников они в школу ходят. Просто бросили все и уехали. И ни о чем люди не думают. Я понимаю указ губернатора, но как-то надо по-человечески это все выполнять и делать. Кроме того, опасность грозит и детям, которые лазят по развалинам, рискуя наступить на торчащий гвоздь. Но если надежда, что мусор разберут, есть, то кто вернет деревья, которые с такой заботой высаживали люди для своих внуков и правнуков? Где гарантия, что этот маленький ботанический сад не сотрут с лица земли? На этот вопрос ответили в Управлении административно-технического контроля мэрии города. Мы понимаем, естественно, на задаче поставили, какое-то время поприсовывали и уже со всем другими делами занимались. Просто, может быть, погрузчик каким-то образом не очень аккуратный. В смысле, гаражей, когда сломают, сносят, может быть, на коротно, да, заехал, возможно, есть такая. Получается, что деревья пока защищены от гибели, но только на бумаге. А в реальности их судьба висит на волоске и находится в руках того, кто сидит за рулем погрузчика. Остается надеяться, что водители проявят человечность и постараются уберечь то, что с такой любовью создавали жители этого дома для всего двора. 20 марта во всем мире отмечают День здоровья полости рта. В чем заключается работа врача-стоматолога, как часто нужно приходить на осмотр к дантисту и как убедить ребенка чистить зубы два раза в день. Об этом рассказала заведующая детским отделением стоматологической поликлиники Елизавета Кириллова. Врач-стоматолог занимается профилактическими осмотрами детей и назначает правильные препараты для формирования эмали зубов, тор, кальций и магний содержащие. А также обучает родителей гигиене полости рта и правильному режиму питания в семье. Ведет профилактические осмотры 2-3 раза в год. Пассивная профилактика ведется непосредственно самим пациентам и его родителям. Как то родители должны контролировать гигиену полости рта до сознательного момента ребенка, до 10 лет. А также налаживать сбалансированный прием питания в семье. Уважаемые родители, заботитесь о состоянии своего ребенка и о благополучии вашей семьи. Заранее приводите ребенка на профилактические осмотры по адресу улица Новая, 27 Б. 2-3 раза в год. Ждем вас в стенах нашей поликлиники. Далее немного о погоде. Не переключайтесь. 21 марта в Магдане облачно без осадков. Температура ночью минус 18 градусов, днем до минус 9. Ветер от 8 до 21 метров в секунду. Разместим шедевры в ваших домах. Только пожелайте впервые. Новые, редчайшие коллекции ламината. И только в Марко Поло. Абсолютный эксклюзив. Утонченность деталей. Никогда ламинат еще не был так прекрасен. Магазин напольных покрытий Марко Поло. Кольцевая 5. 60-86-68. На сегодня это все. Смотрите телеканал «Карибу». До свидания. Беззаботный отдых в санатории «Магадан» на Сочинском побережье. Комфортные номера, питание, все включено. Лечение и реабилитация, крытый бассейн и собственный пляж. Компания «Черноморье». Телефоны 203-793 и 203-785. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин